Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих. Таро Волшебников. Совет на субботу. Давайте посмотрим, что же посоветуют нам Таро Волшебников в субботу. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь. Это может поменять всё. Смотрим, какой же будет совет Таро Волшебников на субботу. Суббота – прекрасный день для того, чтобы, можно сказать, записывать свои желания, проговаривать свои желания, думать о своих желаниях, думать именно о том, чего вы хотите. Не просто абстрактно думать об этом, а именно, вы знаете, вот я вам сейчас дам ещё одну технику. Эта техника будет прекрасна для субботы. Берёте блокнот, лист бумаги, записывайте именно своё, можно сказать, начинайте с самых заветных желаний. Записали своё желание. Желание всегда надо формулировать в настоящем времени, без частицы «не» и, можно сказать, законченными глаголами. Например, я замужем за, если у вас есть уже человек в жизни, пишите имя, или я женат на то же самое. Если вы ещё в поиске или в ожидании, вы пишите за мужчину моей мечты, за женщины моей мечты, это именно я вам даю примеры, как формулировать желания и цели. А под этим вы пишете, если это касается личных отношений, вы пишете те качества, которые вы хотели бы видеть и чувствовать в вашем партнёре или в вашей партнёрше. Если это материальное желание, например, я автомобиль, вы пишете «я за рулём» и пишете тогда, какой автомобиль вы бы хотели приобрести. И точно так же под этим вы пишете свои ощущения от того, что вы сидите за рулём и вы ведёте автомобиль вашей мечты. Можете описать даже интерьер вашего автомобиля, ну, цвет, спецификацию, кто вот всё-всё досконально надо записать. Можете в субботу сделать таким образом три, ой, что-то я не то показала, три желания. И возьмите себе время для этого, тем более, что это суббота. И сядьте, дайте себе вот час-полтора-два и полностью всё это запишите. А потом просто положите это куда-то. Скажите «это всё уже есть у меня». И положите куда-то. И идите. И занимайтесь своими делами. Идите. И просто иногда... Не надо это делать каждый день, каждый час. Нет. Но вот раз в день сделайте себе за правило предвкушать. Представлять то, что вы записали на этом листе бумаги. И вы увидите, как в самое ближайшее время всё это начнёт исполняться. Главное – это ваша вера, стремление и умение принимать. Потому что иногда происходит такое, что мы не верим, что это может произойти. И даже если Вселенная даёт нам знаки, мы их не принимаем. Поэтому ещё одно условие – это принимать. И все ваши желания исполнятся. И все ваши цели будут достигаться легко и прекрасно. И вам будет намного интереснее жить. Чего я вам, собственно говоря, и желаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!